Ребята, я начал каши варить. Так, по-быстрому сварим быстрый суп. Любые мои пакетики. И еще дополнительно каша, каша еще будет. Чай закипел, сейчас еще каша. Рисовая, если мало будет, вторую банку откроем, еды много. Пока соль добавлять не буду, вроде нормально, но чуть-чуть, наверное, придется добавить. Будем обедать. Мы уже начали собирать траву. Здесь уже немножко сгребли граблями. Этим граблям, наверное, лет сто уже, когда еще пирамиды строили. Тогда мы покупали вот эти грабли. Только здесь немножко поломалась одна штучка. но на совесть еще до перестройки делали. И стоило руб 20 вот такие грабли. Цена еще советская. И грабли советские, натуральные. А сейчас говно делается все. Одна красота, одна красота. Качества вообще никакого нету. Жар от печки. Вот сейчас шашлыки еще на углях. Ага. Вообще, такой жар идет. Ай да, отдыхает. Ох. Ну тут вот такая площадь, такая площадь, и смотрите, сколько травы. Там куча побольше. И вот здесь вот, ну, высохнет, там 50% травы высыхает. Ну, я думаю, мы соберем для собак. Думаю, хватит. Сегодня сейчас уберем, и сегодня же будем, ну, увозем сегодня же домой все это дело. Полгода вроде как ветрено, и тучи таких страшных пока не видать. Солнце куда-то спряталось, пока я готовил. Так, 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 так. Ну, суп у нас, пачковый суп с комаром и солодом. все залетает, пока готовили. И еще рисовая каша с мясом. Все, будем обедать. Все готово. Так вот. Тебя тоже надо накормить. тоже будем тебя кормить. нахожусь на лодке возле той елки, которая возле нашей установки на речке. Вон, какие красивые шишки. Красивые шишки такие. Меня уносит ветер в против течения. Только в путь плыву. Вот так со стороны смотрится. Мы когда на верхнюю избушку поднимались, где-то воды на полтора метра выше было уровень. А сейчас вот как выглядит все это. Нет. Наверное, метр двадцать где-то выше уровень. Я уже почти на другом берегу. Вон, смотрите. С восточной стороны ветер дует. И меня уносит. Ну. Сейчас выше по течению поднимемся. еще закинем несколько донок, туда вот выше поднимусь. Такие донки закину и будем уже убирать траву. Вода непонятная какая-то, чуть-чуть мутноватая. Да, может на ранном прибывает вода или не знаю от чего. Но не такая чистая, как обычно бывает. Ну, все. Мы перешли без весла на тот берег, на другой берег. И вон плывем только путь против течения, между прочим, против течения. Хорошо плывем. Вон, возле елки мы были. А сейчас уже на другом берегу. Все, приехали. Приехали. Но нам надо взять весло и подняться повыше. Айда! 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 Как крикну, она сразу разгон такой дает. Решила перепрыть речку. Тут уже мелко. Вот так вот. А? Да! Сейчас шерсти мало. И как? Лиса ты. А? А? Да? Как лица. Без шерсти-то. Угу. Основая шерсть выйдет. Да. Найди уже. Иди. Выйди, пойди. Тут мелко. Вон как. Где-то проплыли уже метров двести. От избы. И он по течению. Ой, по течению говорю. Против течения. Вверх поднимаемся. И там лодку оставим. О, блин. Так. Что-то я застрял. У меня такое подозрение. Ребята. Что. Вода она прибывает. Как я понял. Здесь обычно. Сухо все. До половины реки. А сейчас. Воды моря. Или русло меняет. Непонятно. В нескольких местах. Такое. Где обычно весло достает. Там сейчас глубина. Два метра и выше. Так. Ну там дорога поднимается. Так. 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 Ладно. Сейчас. Сперва. Донг и закину. А потом уже. Будем дальше. Снимать. Здесь. Обычно. Несколько. Хариуса. Всегда. Безстоятное. Я спиннинг не взял. Без спиннинга. Не так спиннинговать. И нету. Чтобы рыбачить. Долгом. Время терять. Не будем. Здесь. Равнина была. Смотрите. Сколько песка. Где-то. Два метра. На песках. Ну. В течении. Как-то. Как сказать. Ну. Река. Сама. Сделала. Такую пирамиду. Горку. Из песка. Вон. Откуда это так. Вообще. Русло. Вообще. Поменялось. У меня тут. Вместо рыбалки. Вот тут. Я. Зимой. Рыбачил. Вот там. Буран оставлял. Так. Не вижу. Где-то там. А здесь. Уже рыбачил. Кто. Смотрит мои видео. Там. Знают. Мою зимнюю рыбалку. С первой избушкой. Когда. Вхожу. Сколько песка. Смотрите. Так. Красиво. И. С этого песка. Скажем. Если раствор. Делать. Для. Цемента. Или. Печку. Когда. Ставишь. Строишь. Этот песок. Самый хороший. Речной песок. Чистый. Чистый. Продукт. Каждым годом. Выше и выше. Поднимает. Как сопка. Такая. Получается. Вот. Природа. Сама. Как-то. Сама. Что-то. Придумывает. Делает. С моего. С моего. Роста. Уже. Выше. Больше. Двух. Метров. А тут. Уже. Вот. Как-то. Течением. Сюда. Ставит. Ставит. И. Тихое. место. Для рыбалки. Вообще. Классное место. Вот. Так. Ну. Уже. На повороте. Там. Поднимемся. Вот. Так. Там. Спиннингом. Кидаем. Мой. Напарник. Кидает. Все. Нифига. Не клюет. Одного окуня. Только. Поймал. Все. Вообще. Не клюет. Хорошо. Такой. Пляж. Овод. Овод. Летает. Комаров. Мало. Сейчас. Пока. Ветер. И. Вот. Течение. Течение. Не туда идет. А мы. Ветром. Поднимаем нас. В против течения. Плюву. Весла. Вон. Без весла. Сам по себе. Лодка плывет. В против течения. Уже. Сколько метров. Мы. Без весла. Плюем. Красиво тут. Айда. Айда. Самое верное создание. Это собака. Верное создание. Айда. Он наслаждается. Айда. 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 Ах. Ах. Сколько раз уже переплывала. Этот. Речку сегодня. Айда. Сейчас на лесу так похоже. Айда. 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 Глобоко отт. Ак берега сразу ем. Потому что глубина. Айда. Глобоко еместо. Глобоко еместо. Глобоко еместо. Глобоко еместо. Глобоко еместо. Айда. Не шффи. ух ты он капает чо ай да это тела смотри какой высоты березы тут ну да мы уже на повороте на повороте среди ногу закину секретную который я не буду показывать все нами ногу не ногу собрал хреново искать малого таких местах чуть пониже вам там за березой более-менее там нашел а такое место что от их нету сама волос то я снасть наживка то есть это немного более на него ловится там и щука и язи пробуем может что-то попадется красиво хорошее место тоже тут солнце высоко еще поднял лодку отсюда на берег где-то полтора метра высотой вдруг вода прибывает будет или еще это непонятно подозрение у меня идет что вода лишние прибывает на и отыщу какой-нибудь мусор на подложить под лодку эти топляки блин типа такого коряги там всякие корни там или просто обычные кусок бревна течением которые пришло под лодку так ставлю нормально еще трое не бы не найти вот когда ищешь то всегда не находишь блин не там еще смотришь там на другом берегу такие завалы хлама всякого разного мне вот где-то полметровая чурка нужно и не могу найти откуда столько песка я не понимаю здесь такой более низкий берег бы ниже в этом году чё-то вообще что-то меняется что-то меняется чё-то меняется чё фига мусора нету ну блин ну вот смотри какой крутой берег тоже мелководье мелководье давай еще туда сходим айда всегда рядом низкой мне пойдет сама меня когда со мной мой рост трава травишь только травы интересно но там тоже он здесь вот этом месте всегда коряга торчат а сейчас рыбаки мне говорили что мир на мелких реках вода прибывала там видимо сильные дожди были вон есть и плавает брошу овад близко 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 падает овад а так они так быстренько схватят очень быстро ловко красотища то какая ладно ладно ребят что я ничего не нашел что искала обратно возвращаться будем через и вы где-то должны быть здесь водой промывая тут все уносит отсюда мелкие бревна там вот это да трава блин это сколько мой рот так что нашел я нормально хватит достаточно он не хватит 1 уже там есть подложим под лодку ну что лодка не прикасалась земли потому что земли там отсыреет и не я там быстро дерево все разберемся ну примерно вот так вот так и оставляем следующий раз отсюда будем лондонку проварять если ничего не попадется все уберем лодку уже на другом месте оставим и так все лето будем туда-сюда ходить любачить очень родной заброшенный луг какой красивый там заречье фу блин изба здесь я на буране тоже ходил когда еще косачей искал там переходил речку возле той избы ходил здесь все уже никто здесь ничего не косит не загадавливает все все забросили так как мы бродим тут одни никого хрома нас тут нету сколько лекарственных трав вот эти желтые вон эти белые точно вон это прочный доктор не я ты все это лекарственные травы только собирай и лечись айда айда знаю я тоже прикусывает иногда бывает там траву какую-то найдет и жует айда вот эту траву любят собрать что сушат и заваривают не знаю как называется цветки белые запах такой вонючий хрен я знаю что за цветы такие но может познает или даже белым было красиво и аромат такой чувствуется лето так а черемуха в этом году на черемах и не будет или будет а имеешь вон есть она я воду черемах немножко заросла раньше на машине тут мы тоже ездили и сено вывозили по этой дороге даже тропинке нету практически как закрывает называется белая белыми цветками а тут какой-то вообще аромат как же он называется трава с человеческий рост полтора метра высотой не скажешь что здесь дорога какая-то была а дорога была еще прошлом году где-то два метра два метра шириной земля ушла здесь вот что проехать надо уже срубить вот эти деревья срубить эти деревья чтобы новую дорогу сделать а тут уже все обрыв только и обрыв опасненько здесь уже на машине не проедешь или рискованно в общем рискованно да это на избушку тогда верхнюю избушку подниматься я показывал рассказывал насчет этой дороги вот так каждым годом все больше и больше промывает здесь тоже он смотри как углубился блин здесь вообще на три метра на она зашел русло по всей реке все поменялось в этом году вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как копны сделали, на носилках таскаем, где стог начинает человек делать. И уже эти копны складываем, делаем стога. Вот такие делишки. Сено, как слышите, уже все сухое. За целый день высохла трава. Солнце круглый, но целый день попадало и ветрено. И поэтому быстро высохла, быстро сохнет трава. Если, скажем, меньше ветер попадает и солнца нет, то, конечно, надо тоже постараться лишнюю работу сделать. Все время граблям надо шевелить траву, переворачивать, чтобы быстрее высохло. А так за день все нормально высохло. И сейчас я докончу свою работу, как все соберу, уже сыном будем загружать машину и вывозим это сено домой. А там уже завтра, а сегодня просто не успеваем. Сегодня сейчас 5 часов вечера. Пока все это соберем, загружим, повезем. А там уже вечер будет. Надо еще в баню помыться. Сегодня баня будет. И завтра с утра буду делать возле своего дома стог. Стог. Сколько получится. Нам, в принципе, хватит для собак. Это для... Ни разу же говорил, что чем выкидывать, я лучше увезу домой. В прошлом году также скосили эту траву и все я всю траву... А, домой тоже повез. И там вместо навоза я в кучу сложил и трава сгнила. Там вместо навоза я накидал на огород. Вот так. А в этом году я решился высушить и стог сделаю. Ну, пригодится, я думаю. Пригодится. На всю зиму травы хватит для собак. Вместо настила. Некоторые опилки вольер ложат. А я буду сеном в будку. Будку закину сено и собаке будет тепло. Были на рыбалке, на спиннинг. Ничего не поймали. Я закинул 5 донок. В следующий раз будем проварять. Не знаю, может завтра или послезавтра еще приедем. Как получится. Также собрали... Не я, а сын собрал целую банку. Как сказать... Земляники. Земляника уже поспела. Очень вкусная. Уже красная. Так что сегодня угощались земляникой. Самый там целый... Как сказать... Кружку такую собрал. Или сперва здесь мы угощались. А вторую банку мы повезем домой. В гостиницу. Вот так вот. Дары природы начинают давать свои плоды. Начинаем земляники. Некоторые уже морожки собирают. Конечно, рановато. Но все уже все начали собрать. Чтобы другие не успели. Все думают, что надо идти первым. И не спелая еще морожка. Но уже вовсю собирают. Вот такие дела. А черника... Черника еще зеленая. Короче... Тут осталось работы на минут 20. Я соберу. А там уже будем загружать машину. Вот такие дела. В общем, дела идут. Дела идут. Такой походу на сегодня. Рабочий. Целый день работаем. С утра вот, скажем... С 8 часов. Сейчас уже 5 часов. Еще, ну, два раза мы садились покушать там. Отдыхать. Позатракали. И пообедали. Все были еще на ногах. Все время что-то делаем, делаем. Время летит. Очень быстро. Надо успеть. До темно еще все дела сделать. Немножко еще бересту сняли. На эту избушку. Чтобы запас был. Такие дела. Ну, все, я снимать не стал уже. Там, как мы бродили по Таиге, там, бересту снимали. Или донки закидывали. Ну, насчет донок я уже говорил. Это... Будет пусть секретом, какие донки я закинул. Это секретные донки, можно сказать. Не хочу распространять уловистую снасть. Бывает там... Я в интернете еще не видел такую снасть. Но бывает такое, что посмотрят втихаря. Втихаря посмотрят и начнут ловить этими снастями. И самое обидное, когда ты показываешь первый раз вот что-то, ну, неименного, что насчет донки или еще. А вот что-то увидят первый раз, еще в интернете нету. Они увидели, скопировали все это дело. И начинают показывать, объяснять, что вот они делают первый раз, нигде еще ничего нету. Вот это мне обидно. Я сам никогда, ни у кого, ничего не копирую. Я показываю то, что делаю сам или знаю, что от себя. А вот те люди, которые копируют и показывают, это прям бесит меня. И насчет этих снастей я тоже показывать не буду. Ладно, болтаю я лишнее, начну я болтать. Не надо. Совсем работаю дальше и надо уже собираться. Солнце, как сядет солнце, ветер стихнет, комары выйдут, начнется ужас. Не успеваешь отмахиваться. Так что пока светло, надо работать. Запах травы, сногсшибательный, очень вкусно. Пахнет сеном. И когда вот ты делаешь матрас из сена, мы когда в палатке еще жили, делали матрас из сена. Сейчас надувные показывают, рекламируют, надувают там воздух. Ну, это тоже, в принципе, мешок такой легкий. Надул и переночевал. А мы делали матрас из свежего сена, сухого сена. И ночевали. И запах этого сена, в палатке там прям приятно. Ладно, поговорили, отдохнули и дальше работать. Давай, давай.